Есть такая психологическая техника. Реколекшн. Вспоминания. Нужно, ну, по возможности, вспомнить всех людей, с которыми ты когда-либо встречался в жизни, и записать в столбик от руки. Однажды я это сделал. Серьезно. Мероприятие заняло больше года. И в результате получилось 20 толстенных тетрадей. Целый чемодан. Я тогда много переезжал. И этот чемодан приходилось таскать с собой. И каждый раз, когда я его вытаскивал из такси, или потея, тащил по аэропорту. Я думал, что этот чемодан такой тяжелый не потому, что я много встречался с разными людьми, а потому, что я никогда не умел с людьми расставаться. Мой чемодан был таким тяжелым из-за того, что он был полон ссор и обид. Я всегда считал, что в жизни в следующий раз важнее предыдущего. Встречи важнее расставаний. Встречи приносят новых друзей, новые впечатления и шанс исправить то, что не получилось в прежних отношениях. А расставания – что в них? Особой значимости они не имеют. Не сложилось – разбежались. Но пока я записывал столбик всех людей, с которыми встречался в жизни, я сделал удивительное открытие. Я понял, что в реальности расставания несопоставимо важнее встречи. Потому что то, как и с кем я расстаюсь, намного больше определяет мою жизнь. Раньше я считал, что если я расстаюсь с человеком, то таким образом перестаю с ним общаться. Но это не так. После расставания начинается самое важное, самое интенсивное, самая близкая, почти интимная часть общения. Потому что с этого момента общение происходит не снаружи, а внутри нас. В наших внутренних диалогах с человеком, с которым мы расстались, в эмоциях, которые мы испытываем по его поводу. Никогда не расставайтесь в ссоре. Потому что если вы поступите так, то ссора продлится столько, сколько времени вы проведете в расставании. Это говорил один суфийский мудрец. И это действительно так. Обычно мы общаемся с людьми, пока сохраняем с ними хорошие отношения. И расстаемся, если ссоримся. Я так и поступал. Но в результате обнаружил, что из-за этого мои отношения с людьми всегда хорошо начинаются и плохо заканчиваются. Пока я писал свои списки, я понял, что на самом деле правильнее поступать ровно наоборот. Если поссорился, то нужно встречаться и общаться, чтобы разобраться с тем, что произошло. А вот если по тем или иным причинам ты решил прекратить общение с человеком, то первое, что нужно сделать, это наладить с ним максимально хорошие отношения. Знаете, если представить себе всех людей, с которыми ты встречался, общался и расстался, то получится целый город, районный центр, может быть, даже областной. Это город прежних друзей, сослуживцев, прежних любимых, подруг, экс-мужей, экс-жен, бывших коллег. Это город Экс. В этом городе вас знает каждый. В этом городе о вас часто говорят. В этом городе о вас известно абсолютно все. Представьте себе свой личный, персональный город Экс. Представьте и спросите себя, как к вам относятся в этом городе. Я однажды представил и спросил. И с тех пор с огромной осторожностью отношусь к тому, с кем я расстаюсь, и главное, к тому, как я это делаю. Хорошей вам недели, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!